Приветствую вас. Мне кажется, что у вас здесь есть несколько важных моментов, на которые нужно обратить внимание. В первую очередь, мне кажется, что вы боитесь ответственности личной. Вы не хотите, по моим ощущениям, эту ответственность на себя брать. Мне кажется, что вы не хотите, боитесь, ну вот этой самой ответственности. Вот. И вы боитесь признаться в том, что вам хочется, в том, что вам важно и так далее. Мне кажется, что это, ну, в общем-то, серьезная проблема, как мне кажется, для вас, потому что это страх ответственности. Вот. А значит, это невозможность быть собой, невозможность действовать так, как хочется вам, и это означает скованность. Это первое. Второе. Нельзя не зафиксировать влияние вашей мамы на вас. Вот. Вот. Как вы, значит, ну, как вы сами говорите, она начинает свои баллы. Эти баллы начинают вас сбивать, если можно так выразиться, все пути истины. А именно вы начинаете внутренне со своей мамой соглашаться. И, как мне кажется, в этом ничего плохого нет. Потому что вы сами нам соглашаться. При, наверное, только том условии, что вы это делаете естественно. То есть нет таких негативных, рэкетных чувств, как вина перед мамой, желание угодить маме, маме. Вот. И так далее. Если этого ничего нет, все прекрасно. Но если что-то из этого есть, то лучше, наверное, тогда постараться себя отделить и отстранить. От мамы. Вот. Потому что ничего хорошего в таком случае не получится. Учитывая, что вы не в своей жизнью где живете, а мамы. Мамы. Ну, неверны в себе вы. Вот. А может быть... Вот. А может быть. Может быть. Нет. Сождая. не слышит из себя. Ну, так, так как можно было бы, понимаете, да, что я имею ввиду. Это очень важный момент, на мой взгляд. На который вам нужно, ну, предказать, ребята. Вот. Следующее, следующее. Это игнорирование своих перемен. То есть, я, конечно, не знаю, может быть мне показалось, исходя из того, что вы написали. Но мне кажется, что то, что вы чувствуете, например, то, что вы чувствуете и то, что вы выражаете, то, что вы чувствуете. Довольно сильно разница. Ну, то есть, вот, например, молодой человек, с которым вы, не знаю, в отношениях находитесь, да. Вот. Знает ли он о том, что вас что-то не устраивает? Знает ли он о том, что вам что-то не нравится? Знает ли он о том, что вы не удовлетворены? Вот. Ну, там, тем, допустим, допустим, не знаю, как обстоят дела, там, с вашими финансами. Ну, к примеру, к примеру. Вот это просто, вот, это просто пример, как пример, как вариант. Знает ли он о том? Вот. Это, понимаете, какая штука. Эм, то есть вы, если я правильно вас понял, я не уверен, к сожалению, потому что я правильно понял. Вот. Если я правильно понял, может быть, имеет смысл сперва и не поговорить с молодым человеком там. Вот. И озвучить ему все, что вас волнует, беспокоит, все, что вам хочется, в конце концов. Вот. И, может быть, если молодой человек будет знать, если молодого человека будет информация о том, что вас что-то беспокоит, что вас что-то волнует, может быть, что-то изменится, может быть, начнет молодой человек что-то делать. Вот. Потому что мне показалось, что вы приучили его к тому, что вы его тащите. Вот. Это не значит, что вы гнат, не значит, что вы такая плохая. Вот. А он такой ни в чем, как бы ни за что не отмечает. Нет. Я не это хочу сказать. Хочу, чтобы вы правильно меня поняли. То, что вы предлагаете, то, что вы предлагаете, то, что вы хотите сделать, это, ну, нормальная реакция человека, который устал. Это нормальная реакция. Нормальная. Но. Давайте подумаем. По-другому. По-другому. Да? Это нормальная реакция человека, который устал. Но. Не слишком ли радикально? Радикально. Опробовали ли вы другие, более мягкие способы? Понимаете? Вот. Ну и не может, конечно, не смущать лично меня вот тот факт, что вы вроде как хотите кто-то меня, а в то же время опустить человека и оставаться не готовы. Вроде как вы хотите выставить границу с ним. Вот. А в то же время я, ну, не готовы свои провести как-то вот, ну, отстаивать, может быть, может быть, как-то защищать. Вот. И так далее. И так далее. Вот. По ощущениям, по моим ощущениям, у меня, вот, пока реакция идет. Вот. Сейчас. Но. То, что вы, то, что вы говорите. Поэтому правильных вариантов поведения здесь не существует. Как мне кажется. Было бы логичнее. Вполне-вполне. Логичнее было бы начало разобраться в себе. Отделить себя от мамы, от молодого человека. Эмоционально. Психологически. Определить свои границы. Дальше уже смотреть. Дальше уже решать. Как вам поступать. В какую сторону вам двигаться. И так далее. Вот. А может быть, лучше, ну, скажем так, говорить молодому человеку и маме о том, чего хотите вы и я. А не просто, там, не знаю, слушать их. Как это, как вы сейчас это делаете. Вот. Суть как-то, это наполняет свою жизнь. Потому что слишком сильно это напоминает бегство. Слишком сильно это напоминает избегание. А избегания никогда не было полезным. Чем то. Такие дела, на этом всё, я надеюсь что мой ответ был вам болезнен, желаю всего самого доброго.